В рамках мирового турне, посвященного десятилетию выхода книги «Круг женской силы», автор бестселлера Лариса Ринар посетила Челябинск. Мастер-класс с символичным названием «Перезагрузка» был посвящен развитию творческого потенциала людей разного возраста. В интервью «Бьюти Тайм» Лариса рассказала о силе женского гардероба, особенностях воспитания настоящего мужчины и настоящей женщины и о том, как реализоваться в профессии и в жизни. Вы знаете, просто для меня Челябинск – это такой, как сказать, родной город и очень значимый, потому что вот какие-то такие важные вехи, они почему-то у меня в Челябинске происходят. То есть свой первый тренинг, мы уже с Оксаной вспоминали, когда я его так… В 2001 году я провела в Челябинске. Такой инициирующий город для меня. Женщина, вы знаете, вот есть вот такая метафора, мне очень нравится, про пчелиную матку, царицу. Да, то есть вот она вроде ничего не делает, наслаждается жизнью, но она вот в этом удовольствии, в любви, в принятии. А вокруг всё начинает происходить, да, и все знают, что делать. И вот когда женщина, она правда, когда она вот в этом состоянии гармонии, красоты, любви, то мир, он вокруг неё простраивается правильным образом. И в общем-то, как не странно звучит, ей ничего особо делать не надо. То есть всё происходит само. И иногда это кажется прям фантастическим, но наши примеры многих наших учениц, они действительно это подтверждают. Прежде всего, всё-таки надо понять, в какой области лежат твои таланты, да, и есть вот этих 7 таких областей, в которых есть наши таланты. Современное поколение, оно на самом деле более серьёзно к этому относится. То есть как, опять же, да, где-то я прочитала, что если современные подростки, современные молодые люди, они насмотрелись на родителей, которые занимаются нелюбимым делом, и хотят уже выбрать то, что действительно, чему у них есть предрасположенность, и что их будет вдохновлять, и при этом приносить достойный доход. Мы сейчас живём в другом мире, где слово «стабильность», оно уже, наверное, уходит из лексикона, потому что сейчас это такое время действительно неопределённости. И умение жить в этой неопределённости, умение реагировать и что-то создавать под запрос времени, какой-то новый проект, какую-то новую идею, какой-то свой вклад – это тот навык, который нужен сейчас действительно всем. Мальчиков как раз лучше хвалить за результаты, за то, что они сделали, а девочек просто за то, какие они. А у нас очень часто наоборот, если мы мальчиков хвалим просто потому, что он мальчик, ты такой умный, такой прекрасный, а девочек – ага, за дела, ты посуду помыла, молодец. Как раз, хотя надо всё наоборот, потому что для женщины это главное – быть красивой, счастливой, а для мальчика – это мир трансформировать, преобразовывать. Теперь же сейчас вот эта эмансипация, ну в России, по крайней мере, она сходит на нет, и многие женщины понимают, что это не про вопрос, что ты делаешь, да, ты можешь там действительно управлять заводами, пароходами, государством, компаниями, а именно как ты это делаешь. И вот в этом основной сейчас вопрос, что управлять миром по-женски, да, то есть не уходя в морские стратегии, в морскую конкуренцию, в морскую жёсткость, а именно позволять себе, да, оставаться гибкой, оставаться женственной, оставаться принимающей, поддерживающей. Мне нравится ходить в платье, потому что платье, они подчёркивают нашу женственность, они делают нас такими изысканными, элегантными, воздушными, трепетными. А брюки, они, да, нам нужны иногда, чтобы собраться, да, как вот эту морскую энергию включить, ясность, то есть нужно понимать, в какой ситуации мы в данный момент находимся. Даже, знаете, вот я в путешествиях, ну тоже по-разному, иногда в джинсах, иногда в платьях, и вот я понимаю, что когда я еду путешествовать в платье, я другая, мир вокруг меня другой. Знаете, для меня сейчас женственность — это ресурс, а не цель. Потому что, да, вот когда я соединена со своей женской энергией, то это та энергия, которая мне, естественно, дана, да, природой дана. И глупо от неё отказываться, и глупо ей пренебрегать, и глупо её уничтожать в себе. А нужно, наоборот, благодаря ей расцветать мир, трансформировать, благодаря женской энергии.